Так выглядит страшный дом внутри. В помещение для содержания собак после отлова наконец смогли попасть средства массовой информации. В рамках инспекционного рейда, в который по многочисленным просьбам выехали сотрудники мэрии. Экскурсию для чиновников и журналистов провел представитель компании-подрядчика Артем Рязанкин. Подробно рассказал, где и как содержали собак. У нас собаки, мы собираемся, чтобы они максимально в клетках не сидели. Как только есть первая возможность всех выпускать, они все гуляют здесь. Здесь, естественно, тоже сейчас проведена уборка, сыпятся опилки, все убирается, все вытирается. Также во всех помещениях происходит комплексная дезинфекция раз в 10 дней. После того, как дом атаковали зоозащитники, животных здесь больше нет. Подрядчик приостановил свою деятельность до 5 мая, ссылаясь на то, что работать в таких условиях невозможно. Напомним, ночью в субботу группа неизвестных, выбив окно, забрала из пункта передержки 17 собак. Они разбили два окна, они сделали дыру в стене, они, значит, украли всех собак, они сломали нам двери, они сломали нам замки. Соответственно, как только это все приведется в порядок, помимо того, чтобы не было больше таких случаев, мы устанавливаем видеонаблюдение круглосуточное и в месте передержки, и снаружи здания. А также сажаем сюда отдельного охранника и заключаем договор с охранным агентством. Видно, что в помещениях убирались, но разница с тем, что было опубликовано на фото, небольшая. Операционное явно не с обложки журнала. Не современно, не стерильно, не чисто. У нас в операционной предусмотрен, скажем так, тот минимум, который позволяет нам проводить операцию. Эти требования вы можете посмотреть в ветеринарном законодательстве, все, что там написано, тот минимум у нас есть. То же самое операционное, проходит регулярные чистки, дезинфекции, прочее, прочее, прочее. У нас одноразовое, все стерилизуется. Вот. Ни одна собака у нас во время контракта не умерла. Ветеринары – специалисты с высшим образованием. Подрядчик рассказывает, подстилки меняют, животных кормят, а размер вольеров не прописан в договоре. У нас уборка происходит два раза в день. Так же, как и, собственно, кормление у нас происходит один раз в день по нормативу. Доступ к питью, как я говорил, уже круглосуточный. Вот уборка происходит два раза в день. Раз в 10 дней у нас происходит генеральная наша уборка. Тех, кто осаждал это здание, сотрудники компании подрядчика считают хулиганами. А проникновение на территорию и вовсе преступлением. Заявление в полицию уже написано. Кроме того, что это незаконно, говорит Артем Рязанкин, еще и негуманно. Здесь у нас было несколько полостных собак после операции. Вот они куртку перебросили через вот эту картонку, условно говоря, ну, то, что мы пытались забить. И их вот так вот там с рук на руки перебросили. Так что, свежепрооперированные животные, которые нуждаются в уходе, они их утащили? В этом проблема, которая вот я как предыдущий подрядчик и вот сегодняшний подрядчик сталкивается уже не первый раз. Когда у нас в 16-м и в 15-м году воровали собак именно после проведения операции. Сотрудники мэрии после ночной вылазки зоозащитников приняли сторону компании по отлову. Увиденными условиями содержание остались довольны. А главной проблемой считают именно вынужденное приостановление контракта. Несколько дней, например, мы не можем эту деятельность продолжать. Благодаря противоправным действиям каких-то лиц, которых кто-то может назвать зоозащитниками. Я не согласен с тем, что это зоозащита. От зоозащитников хотелось бы услышать конкретных предложений с учетом той ситуации, которая у нас есть в отношении безнадзорных животных в городе. С учетом той ситуации, которая у нас есть финансовая. С учетом их предложений, с учетом их возможностей. Что они предлагают? Администрация действует в рамках того, что предложено законом. Мы не имеем права действовать по-другому. Муниципальный контракт на сумму чуть больше миллиона предусматривает отлов и стерилизацию 156 особей. Подрядчик со своей работой в этом году почти справился. Осталось, как сообщают представители компании, около 15 собак. До конца мая контракт будет закрыт. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.